здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим о дубовых бочках для виноделия самый важный момент это то что я рассказывал о использовании дубовых бочек в домашних условиях и для приготовления домашнего вина не промышленного не для продажи некий чего то еще а тогда когда мы что-то делаем дом и для себя я решила разделить это видео тему дубовой бочки на два этапа может быть даже немножко больше сегодня мы коснемся тему вообще стоит ли ей заниматься именно в домашних условиях не имея там специальных приспособлений подвалов и много чего еще то есть я расскажу свой опыт все плюсы и минусы а дальше тому кому будет интересно уже более подробно будет другое видео потому как я готовить что с ней делать и так далее мы коснемся немножко истории вообще дубовые бочки для хранения вину используют еще с древности существует такая легенда что римляне хотя в свои походы понятно не брали с собой всегда много вина но они хранили в глиняных амфорах что было крайне неудобно в транспортировке в перевозке амфоры могли биться было очень неудобно но дерево нормального именно в тех теплых землях не было для того чтобы ну что-то такое сделать никто об этом не думал и вот когда они пришли в более северные земли они увидели что там люди используют для хранения пива вот такие бочки из какого-то вот материала то есть из дуба и попробовав использовать эти бочки то увидели что это не только удобно для транспортировки вина но к тому же улучшает его вкус ну собственно с того момента якобы пошло вот это вот хранение выдержка вина в дубовых бочках ну теперь коснемся самой дубовой бочки что что ей нужно ну во первых когда мы ее покупаем ногу вот это 10 литров когда мы ее покупаем ногу то нам надо его мочить и подготовить к применению и вот этот период он длится приблизительно месяц в это время нам надо воду заливать и сливать заливать и и теперь самое важное то есть хорошо когда у нас есть подвал когда у нас есть частный дом мы спокойно можем шлангом и залить потом это все слить куда-то и все удобно хорошо если у нас городская квартира то вообще принимая решение дубовые бочки вот это надо учитывать в первую очередь что ее надо хорошо подготовить ее надо нормально вымочить промыть и так далее то есть в таком случае надо думать об объемах я считаю что для квартиры наверное самый хороший вариант это 10 максимум 15 литров потому что другой объем просто невозможно будет переносить ну либо думайте об этом сразу что хочется а потом не будете знать что с этим делать то есть об этом надо подумать сразу далее еще что касается объемом не могут там профессиональные на тело сказать вот ерунда надо выдерживать в больших но конечно если у вас есть большие объемы надо выдерживать больших дело в том что у маленькой емкости умеет большая площадь соприкосновение вот этого самого дуба с вином и соответственно насыщается танинами вино быстрее поэтому если в большой бочке там держит например год условно то в маленькой можно держать гораздо меньше сколько для этого у нас есть краник чтобы открыть и попробовать нравится на вкус или нет то есть здесь все довольно просто но самый важный момент это надо подобрать объем и еще такой немаловажный фактор для того чтобы вино правильно хранилось бочки нам нужна еще определенная влажность и в домашних условиях поддерживать ее крайне сложно если у нас есть подвал да там будет постоянная температура постоянная влажность в квартире у нас перепады и например зимой в квартире сухо ну сухой воздух да с этим можно побороться понятно что такими кустарными непрофессиональными методами на просто тоже имейте это ввиду что касается дальше значит много там читала что для бочки нужен дуб которому 80 лет в других источниках которому 60 но нужен взрослый дуб чтобы у него было как бы меньше пор меньше пор соответственно меньше потери ну в принципе поддержание нужной влажности она тоже будет несколько уменьшать потери но честно говоря я думаю что производители бочек да и принц ведут не такое растение которое вырубают там вот вот таким вот тоненьким так что на это считаю что смысла особого и конечно еще вы можете услышать такое мнение что зачем возиться с бочкой взял дубовой щепы в бутыль накидал и все будет хорошо да танинами вы насыщите но ведь дубовая бочка не только насыщает они танинами она еще позволяет и правильно дышать и но ну соответственно до другие биохимические процессы да может быть они не столько незаметно не столько заметные для нас но тем не менее они происходят в итоге что же дает дубовая бочка на с одной стороны она дает привкус она позволяет вину становиться мягче но дальше уже вы решаете хотите вы с ней возиться или нет то есть улучшение вкуса она действительно есть насколько она будет заметным но то надо сравнивать это надо держать например там месяц два-три потом сравнивать с тем которые не держали тогда это можно ощутить но по себе скажу да эффект есть он насколько кому он важен насколько кому он нужен тут уже вам решать сами тем не менее помните что эта игрушка музыка с которой надо так неплохо повозиться то есть первое если мы хотим вот эту вот штучку для домашних условий то правильно выбирайте объем конечно три литра наверно тоже возиться нет смысла мне кажется что 10-15 самое оптимальное с учетом того что я вам говорила как минимум ее надо вымлачивать первый раз в месяц и вот этот процесс довольно трудоемкий постоянно надо воду наливать сливать соответственно да понимать будете вы с этим возиться или нет дальше как я уже сказала обеспечение влажности расскажу что с этим делать кому это будет интересно но тем не менее то есть тут тоже надо будет немножечко с этим играться побаловать и если вас все это устраивает то завершающим этапом на что обратить внимание при покупке бочки сейчас интернет магазины предлагают очень очень много всего кроме объема смотрите чтобы краники хорошо были вообще говорят что вот такой краник это плохо это ненадежно но ввиду того что понимается вот он достается и потом ставится обратно то есть это в бочке самоуязвимое место то есть за ним просто надо хорошо наблюдать ну бескрайника понятно что не совсем будет удобно мы не совсем удобно за ним ухаживать дальше бочки подразделяются по степени прожарки внутри они бывают больше обожженные меньше обожженные но в зависимости от того что вы хотите то есть если хочется чего-то более легкого то мы берем меньшую степень обжарки если что-то потяжелее то для вина можно брать и более высокую степень вот это обжарки уже для крепких напитков там есть своя градация как бы в это не вникаю и не смотрю еще можете услышать такое мнение что у бочка должна быть провощена покрыта воском на самом деле нет единого мнения должна быть либо не должна кто-то говорит что все-таки должна меньше будет впитывать меньше будет высыхать это лучше другие говорят нет воска то плохо все равно он будет мешать проникновению воздуха в общем как бы и не очень хорошо единого мнения нету но скажу так что если захотите там в общем-то не очень сложная технология покрыть бочку самому воском моя ничем не покрыта но вот этой бочки годик в конструктивных особенностях то есть небольшие бочки они идут вот с такой подставкой вот она бывает со мной ты перемычка бывает с двумя и честно говоря нам пришлось здесь закрутить шурупчики то есть она разбиралась но все время распадалась на это тоже при покупке обратите внимание общем бочку то я получила в подарок и я знаю что человек который я покупал то есть в магазине выбирал лучшее из того что что там было но вот на эти вещи тоже обращайте внимание потому что да скрутить не проблема но тем не менее то есть так она падает ей когда у вас бочка полная вы ставите а вот эта штука под ней складывается но это крайне крайне неудобно так по внешности проверить чтобы не было там особо никаких щелей никаких зазоров но больше наверное не проверить в любом случае продавцы дают какие-то гарантии хорошо если вы найдете не просто в интернет-магазине а есть профессиональные бандари которые занимаются вот этим этими всеми бочками конечно классно брать бочки у них но всех свои возможности доступа даже к определенным товарам ну наверно финальный такой этап разговора про бочки то есть я вам уже рассказала что да это обогащает вкус это дает определенный эффект заниматься либо не заниматься вы решаете сами в принципе тоже если касаться объема если очень хочется можно купить и маленькую просто как сувенирную например на стол поставили и через крайне гостям разливается не но но это будет очень красиво и эффектно то есть можно принять на бочку использовать и для таких целей мы вот тогда как раз таки вообще хорошо брать какой-то совсем маленький объем они по моему даже от литра бывают я не уверена но от трех точно то есть там уже смотрите если чего-то побольше не уберите тот размер которые вы в состоянии обслужить ну и завершая сегодняшнее видео что еще хочется сказать что если у вас конечно есть частный домик есть подвал вам гораздо проще вы тогда уже можете брать и больше объема блочки то что вы сможете ее хорошо обслуживать что касается например того опасения что надо делать доливки и я вам скажу что вот два-три месяца ну два так точно а даже три это бочка стояла в городской сухой квартире с вином наполнена и я ничего не доливала ничего там не испортилась не скислом было хорошим употребили то есть все было нормально понимаете а если есть подвал то не все так страшно единственное тоже смотрите от объема того вина которую вы производите какой объем вам наиболее был бы оптимален как раз таки с учетом этих самых доливок если они будут нужны ну и дальше кому будет интересно в следующем видео я уже более подробно расскажу что что вы с этим добром делать как за ним ухаживать на что еще обращать внимание вот при скажем так первом запуске когда лучше туда что заливать то есть это уже расскажу конкретно для тех кому действительно вот он понимает что эта тема будет интересно и по дубовой щепь я видео будет тоже только чуть попозже ну дубовую щепу я сама еще не пробовала буду экспериментировать вместе с вами и делиться с но на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет ссылка на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда и мои контакты до новых встреч пока